Сегодняшняя гроза нарушила планы организаторов масштабного праздника Ко дню кораблестроителя. Эта дата с размахом отмечается впервые. Событие связано с историей Поморья. 325 лет назад на Соломбальской судоверфи Петр I заложил первый русский торговый корабль Святой Павел. Поэтому Архангельск по праву считается колыбелью российского флота. К юбилейной дате столица Поморья готовилась основательно, однако к вечеру праздник пришлось перенести с Красной пристани в Дом народного творчества. Там наградили лучших резчиков конкурса деревянной скульптуры «Корабельная слобода». Мастера создавали свои творения в течение трех дней. Третье место присудили Денису Ковальцову за работу «Гроза морей». Когда-то увидел иллюстративную иллюстрацию вот такой рыбки, да, как морской конек. Всегда была мечта сделать. Сперва я просто зарисовал. Тот сделал. Это на самом деле очень редко бывает, когда самому мастеру нравится его детище. Мастер прежде всего видит то, что он недоработал. В эти минуты праздничную программу продолжает концерт Центрального оркестра Военно-Морского флота России имени Римского-Корсакова. Конечно, такой оркестр, я думаю, раз в году, если бывает в Архангельске, так это слава Богу. Оркестр, который сопровождает все президентские мероприятия в Москве на Красной площади. Я уверена, что сегодня наши зрители получат очень много ярких впечатлений, потому что это полномасштабный симфонический оркестр. Несмотря на ненасти концерт собрал большое количество зрителей, теперь День кораблестроителя будет отмечаться в Архангельской области ежегодно.